Сборная команда по боксу приехала в своем сформировавшемся составе. Их ненасыщены тренировками как на суше, так и в воде. Обо всех подробностях в репортажах Полины Шалабановой. Благодаря своей зрелищности бокс сегодня – это один из самых популярных видов спорта, особенно среди студентов. Практически в каждом из вузов Татарстана есть своя сборная. Объединить бойцов в одну команду помогают спортивные сборы, которые в этом году состоялись на базе Яльчик. Здесь есть все, что нужно спортсмену – свежий воздух, питание и тренировки три раза в день. Их проводит опытный тренер из КФУ Ильдус Мустафин. За 26 лет работы он обучил не одно поколение боксеров, поэтому участникам сборов есть чему поучиться. Когда-то и сам Ильдус Мустафин приезжал сюда тренироваться и отдыхать. Он знает, насколько это необходимо для восстановления формы перед началом нового сезона, который обещает быть непростым. С нашим календарем будем работать на городских, республиканских и всероссийских соревнованиях. В команде студенты по-разному относятся к боксу. Некоторые занимаются для себя, чтобы поддержать физическую форму и укрепить здоровье. Но для Геврога Дживаяна бокс – это смысл жизни. Он занимается этим видом единоборств уже 6 лет и в ближайшем будущем мечтает подняться на ступень выше. У меня есть стимул, цель достичь до мастер-спорта. Очень большое желание, поэтому я приехал сюда на сборы с ребятами, чтобы тренироваться, а не просто терять время. Чтобы успешно заниматься боксом, нужны разные виды нагрузки. Поэтому в программу студентов входит плавание, бег, тренировки с утяжелителями и весом собственного тела. И обязательно разработка удара. Программа Яльчика по интенсивности сильно отличается от тренировок в городе. Поэтому результат обещает быть отличным. Полина Шалобанова, Василиса Дзюба. Неделя спорта. В этот же период игроки сборной Казанского Федерального университета по хоккею ежедневно поддерживали физическую форму и совершенствовали свои навыки, готовясь к новому сезону. Как проходили тренировки и какому результату стремятся спортсмены, смотри в следующем сюжете. На протяжении многих лет в Казанском Федеральном существует сборная по хоккею с шайбой. Можно долго говорить о наградах спортсменов, и тем не менее ребята продолжают совершенствовать навыки и физическую форму. Именно для этого они приехали на спортивные сборы в Яльчик, которые организовывались для них впервые. Тренировки проходят три раза в день – силовая, круговая и кросс. Яльчик – это настоящий рай для спортсменов, хорошая база для проведения тренировочного процесса и подготовки к сезону. Ведь спортивная атмосфера смены не позволяет расслабиться перед встречей с самыми сильными соперниками. Сегодня и на протяжении этой смены наша задача подготовиться физически, сделать тот план работы, который запланирован. И надеюсь, все пройдет без травм, и мы в сентябре уже будем подготовлены, и уже выйдем на лед с новыми силами для новых побед. В команде царит дружеская атмосфера, которая способствует удвоению результатов тренировок. Открывая осенью новый сезон, спортсмены обязаны отстаивать звание одного из самых спортивных университетов Татарстана. Готовимся к сезону СХЛ, который стартует осенью этого года. Будем стараться обыгрывать каждого соперника, ну и, естественно, принципиально наша Академия спорта. Ребята обещали выиграть новый сезон и снова вернуться сюда для новых побед. Софья Иванова, Лилия Гесматулина, Неделя спорта. Контрольный матч сборной Казанского Федерального университета по волейболу провели в Яльчике. На площадке встретились команды «Лагерь Олимпиадз» и «Лагерь Яльчик». О том, кому удалось вырваться вперед, обыграв соперника, в репортаже Василия Садзюбы. 6 августа в разгар спортивной смены «Лагеря Яльчик» на волейбольном поле столкнулись команды «Лагеря Яльчик» и «Лагеря Олимпиадз». В одной сборной представлены мужчины, в другой – женщины. Это вечное противостояние лагерей и полов. Посмотрим, кто же окажется сильнее. Предугадать исход этой встречи было невозможно. Соперники буквально дышали друг другу в спину, опережая лишь на один-два очка. Олимпийцы проводили мощные атаки у сетки, но наши девушки успешно их блокировали. Женская волейбольная сборная КФУ на этой площадке не в первый раз. Здесь они тренируются по несколько часов в день. Говорят, на открытом воздухе это куда лучше, чем в зале. И результат впечатляющий. Команда проиграла соперникам со счетом 25-23 лишь в первой партии, просев по обороне. Очень обидно, что не смогли дожать концовки. В середине партии отпустили и уже не удалось догнать. Но, тем не менее, я думаю, в течение первой партии мы несколько приспособились к их стилю игры. Влились в наш женский коллектив мужчины и помогли нам против мужского коллектива победить. Алексей Ливанов, подменившись в спортсменку, задал игре нужный тон. И в следующих партиях уже без него девушки только побеждали. Олимпийцы отстали на два очка во второй и четвертой партии и на три очка в третий. Однако, благодаря активной поддержке болельщиков, эта команда получила только хорошее впечатление от игры. Василиса Дзюба, Владислав Сергеев, Неделя спорта. 7 сентября состоялся открытый Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке. Насладиться красотой конного спорта мог каждый желающий. Соревнования проходили на Казанском ипподроме. Обо всех подробностях данного мероприятия в репортаже Ангелины Сайдашевой. 7 сентября на Казанском ипподроме состоялся открытый Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке. Конкур – один из самых зрелищных и грациозных видов спорта. Схема езды была разбита на последовательность упражнений, каждая из которых оценивалась отдельно. Лошадь должна была на определенном маршруте преодолеть препятствия, состоящие из деревянных частей. За разрушение препятствия или его части всадни получал 4 штрафных балла. В соревнованиях по конкуру в личном первенстве среди мужчин и женщин победительница стала Айгульна Сыгулина. Помимо конкура проводились соревнования по выездке в высшая школа верховой езды – одно из самых сложных направлений конного спорта. В общем зачете победительница стала Леся Анна Ибрагимова. Второе место заняла Лилия Ильянова. В соревнованиях участвовали 12 регионов и более 100 спортсменов. Благодаря хорошей подготовке организаторов кубок прошел на высоком уровне. По окончанию соревнований всадники были награждены кубками, денежными призами и грамотами. А лошади получили вкусности. Ангелина Сайдашева, Иван Евсеев. Неделя спорта. Финал пятого сезона Всероссийского чемпионата гонки героев состоялся в минувшую субботу. Участники из разных городов России приехали доказать, кто из них достоин звания настоящего чемпиона. Кто преодолел тяжелую дистанцию и пришел к финишу первым, смотря в репортаже Юлианы Петровой. В комплексе Свияжские холмы прошел финал пятого сезона Всероссийского чемпионата гонка героев. Участие приняли команды из разных городов России. Неудивительно, что финал такого популярного проекта состоялся в Казани, за который уже давно закрепилось звание спортивной столицы страны. Перед началом соревнований проводилась общая разминка у сцены, на которой участники получили заряд энергии и сил. Состязания созданы по нормативам ГТО. С каждым годом трассы гонка героев становится все сложнее. Это не просто гонка, это преодоление самого себя. Гонка героев! Героев! С Самары приехать на суперфинал на чемпионате, попасть в десятку и тут бежать с лучшими из лучших, это лучшие эмоции, которые... Проверить свои способности набралось свыше 300 человек из отборочных этапов. Частники имели неограниченное количество попыток для прохождения одного препятствия, прежде чем перейти к другому. А таких препятствий было много. После бега, после бега хорошо, вот во время бега грязь, которая прилипла на старте, отстала только на финише на асфальте. Погода в этот день была не курортной. Холод стал еще одним соперником. Отличные ощущения, несмотря на то, что погода оставляет желать лучшего, а во время забега это совершенно незаметно. Бежишь на одной волне, в голове много мыслей, ноги делают свое дело и ты просто идешь вперед. Каждые 500 метров – водные процедуры. Далеко не каждый выдержит такие условия. Ушибы и растяжения стали привычным делом для участников в этот день. Несколько часов испытаний на 10-километровой трассе оказались неопреодолимой задачей, но они все же справились. Ильяна Петрова, Иван Ивсеев, Неделя спорта. Ну а продолжаем программу Неделя спорта. И сегодня у нас в студии американский гроссмейстер, чемпион мира по Blindfold Chess Тимур Гореев. Тимур, добрый вечер. Приветствую. Ваша тактика одновременной игры в шахматы слепу завораживает людей. Расскажите, с какого возраста вы играете в шахматы и почему вы выбрали этот вид деятельности? Я начал играть в шахматы, когда мне было 7 лет. Меня дедушка научил, как играть в шахматы. Он играл королевский гамбит. Я пытался его как-то изучить, поймать. Пару раз попался в ловушку. А отец уже как бы поддерживал практику. Он играл ферзевый гамбит. Я как бы с лучших сторон двух стратегий в шахматах обучался. Когда мне было, значит, уже когда я пошел в школу, у нас был шахматный кружок. И, значит, в чем преимущество состояло, можно было идти заниматься там какой-нибудь химией. Ну, химии не было, конечно, в этих классах. Ну, там какой-нибудь там наукой, там, значит, истории. А можно было идти играть в шахматы. Ну, можно играть в шахматы. Да. Ну, я выбрал шахматы. Мне было 15 лет, и я уже выполнил все нормы гроссмейстера. А в какой период у вас открылась способность видеть шахматную доску вслепую? Первый раз шахматы вслепую я сыграл, когда, ну, фактически мне было 7 лет, да. То есть предугадывая, что-то думая, вот, как-то осознаешь, осозновывая, значит, ощущая, значит, вот эту шахматную игру, да. Вот. А когда уже, значит, 4 доски, когда я сыграл вслепую, это уже я уже попробовал, это уже когда был гроссмейстером. Это мне было что-то 23 года, и я уже был, значит, я только отучился в Техасе, ну, вот, и, значит, это было 5 лет назад, как я сыграл первый раз на 4 досках вслепую одновременно. Во время сеанса игры вы одновременно занимаетесь не на тренажере. Какова взаимосвязь? Ну, это, конечно, великолепное дело, поддержание физической и интеллектуальной энергии, это, как бы, йинь-инь-янь, того, что, значит, люди, способности, то, что состоят из способностей людей, то есть интеллектуальной и физической. Насколько мы знаем, вы приехали в Казань для переговоров о проведении здесь своих шоу-программ. Заключены ли какие-либо договоренности? На данный момент мы планируем глобальные мероприятия, так же, как и мастер-классы и обучение школьников, студентов, общение, значит, ну, как бы на данной стадии, как бы, идея, процесс узнать друг друга поближе и пообщаться, подружиться, значит, через игру в шахматы. Тимур, спасибо большое за приятную беседу и за то, что нашли время прийти к нам. Но я напоминаю, что сегодня на студии был американский гроссмейстер Тимур Гореев. Спасибо вам еще раз. Спасибо. И на этом у нас все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахершева. Всего доброго. До свидания.